МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческая бригада программы «Спортцентр ТВ» побывала в Сызрине. Здесь, в спорткомплексе «Надежда» прошел шестой международный турнир по спортивной гимнастике на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. И этот турнир проходит не в Тольятти и Самаре, а именно здесь, в Сызрине. Почему? Сегодня мы попытались об этом выяснить у самого четырехкратного олимпийского чемпиона, который стал почетным гостем соревнований. Итак, мы приглашаем вас на турнир Алексея Немова и поговорим о перспективах олимпийской спортивной гимнастики в нашей губернии. Алексей Немов. Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. Родился 28 мая 1976 года в поселке Барашево. С пяти лет начал заниматься спортивной гимнастикой в Тольяттинской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва Волжского автозавода. С 1983 года тренировался у заслуженного тренера России Евгения Николко. Четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, абсолютный чемпион России, обладатель Кубка России. Награжден Орденом Мужества. В 2000 году в Лондоне ему как лучшему спортсмену планеты вручен спортивный Оскар World Sports Awards. В 2001 году награжден Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. В 2006 году удостоен Ордена почетом. За выдающиеся спортивные достижения присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти». Имя Алексея Немова занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В 2004 году за благородное и спортивное поведение во время соревнований Олимпиады 2004 года в Афинов Немов получил специальный приз Международного комитета «Фэрплей». Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России. Член исполкома Национального олимпийского комитета России. Полковник российской армии в запасе. Редактор журнала «Большой спорт». Член Мировой академии спорта «Лаурос Академии». В 1999 году окончен Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического университета. Алексей, мы очень рады видеть тебя в Нойско-Самарской земле. В Сызранской. В Сызранской земле. Но я думаю, что и Тольяттинская, и Самарская – это родные для тебя территории. И поэтому твой приезд, естественно, все ждут, все волнуются. Вот столько людей сегодня пришло в Сызрани посмотреть на тебя, еще раз увидеть своего кумира. Естественно, у всех возникает вопрос, почему турнир «Немо» проходит в Сызране? Почему не в Тольяттинске? Когда я начинал заканчивать свою карьеру спортивной, Владимир Сергеевич Кириллов предложил мне, говорит, «Леха, давай сделаем твой турнир». Ну, на тот момент я думал, зачем, кому это надо и так далее. Потом я подумал, что в целом, мне кажется, ту задачу, которую мне ставит Федерация спортивной гимнастики России, мне кажется, что это правильное отношение вообще к своему любимому виду спорта, который мне дал. Это еще и вице-президент Федерации. Да. Вроде как и служебные обязанности к этому отталкивают. Она все-таки рассчитывается на то, что это мне необходимо отдать должное своему виду спорта. Мне кажется, это правильно было. А вот существует такая версия, что свою первую награду, спортивную награду, ты завевал именно в Сызране, когда еще был юношей. Ну, это правда. На самом деле, у меня даже, вот когда вы ко мне придете, я вам покажу эту медаль. И в целом, для меня это, конечно, ну, самое главное, то, что когда я победил. Для меня это было важно. Это был стимул для тебя, большой в жизни. Да, это мотивация была очень. То есть, вот первое соревнование в Сызране, в таком, в общем-то, провинциальном городке, и вдруг вот такой успех. Человек, который не знает историю свою, он не может получить будущего, дальнейшего какого-то. Я считаю, что это, ну, не Бог дает такую возможность для того, чтобы я дань уважения сделал для таких ребятишек. Ну, вот в этой вот теплой такой дружеской атмосфере, которая вот существует на твоих турнирах, на твоих соревнованиях, это, наверное, все-таки понятно, потому что в середине 90-х годов ты был локомотивом вот олимпийского движения в нашей губернии. Ты потащил за собой, как бы пропагандируя гимнастику, подтащил по себя и других ребят, других видов спорта, которые тоже прославляли Самарскую губернию. А скажи, пожалуйста, вот недавно стало известно, в Тольятти ты собираешься построить немов центр. Что это такое? Ну, на самом деле, как мы с вами говорили о том, что мне хочется построить тот дворец спорта, в котором я вырос, и отдать дань уважения своему городу, который у меня вложился в свое время, и сделал для меня очень многое, сделал, в общем-то, меня. А что на себя будет представлять этот немов центр? Это вот такой зал, вот как здесь в Сызрани, или нечто большее? Я думаю, что мы будем проводить там и соревнования, и показательные выступления, мы будем проводить восстановительные какие-то вещи. Плюс мы будем делать это более коммуникабельно, вещи, которые были бы удобны и комфортны для людей, которые сюда приезжают. Для того, чтобы дети и взрослые понимали. Допустим, ты отдал ребенка спортивную гимнастику, он 2-3 часа там работает, а ты можешь с пользой провести для себя время тоже в фитнес-клубе. Здоровая такая нормальная ситуация. Ну, по крайней мере, вот в Сызрани, по-моему, мы это как раз и поняли. Люди, которые отдают спортивную гимнастику своих ребят. И ребята, которые мне помогают и выручают, и делают это. Мне кажется, это очень здорово. За 6 лет существования твоего международного турнира, вот можно уже подвести какие-то промежуточные хотя бы итоги? Появились какие-то звездочки, новые звездочки? Ты знаешь, это Андрей Маковов, да? Да. У нас, как и Евгений Григорьевич, и как и по 5-6 медалей мы ее приносим. То есть он идет по твоим стопам, да? Я думаю, что... Ты видел его? Ну, дай бог, чтобы ему повезло больше, чем мне, но самое главное, что Евгений Григорьевич, он впитывает и дает возможность для того, чтобы наши дети, они делали свое дело. Поэтому мне очень приятно. А вот я видел глаза, Евгений Григорьевич, вот когда он работает с Маковым, с Андреем, у него просто горят. Мне кажется, открылось вот у твоего наставника, бывшего, второе дыхание, я не знаю, третья молодость. И мне кажется, что в своей работе он, конечно же, вот тот опыт, который работа с тобой, он перекладывает уже на современные рельсы уже с Маковым. Ну, абсолютно верно, потому что все-таки гимнастика усложняется, и Евгений Григорьевич, он делает свои выводы, и, соответственно, и гимнастика идет вперед. Я могу сказать о том, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, надо упираться. Поэтому Андрюха молодец, вот в том плане, что он дает именно для себя, не для кого-то там, да, а вот именно для себя мне это очень приятно. И радует того, что у нас есть традиции, это очень хорошо. То есть Немов, турнир Немова, свои задачи выполнил. Уже появилась вот Макула. Мы еще ничего не выполнили. Нет еще? Мы еще делаем, вот когда мы станем олимпийскими, тогда мы скажем, да, вот тогда можно сказать немного. А ты веришь в то, что на Самарской земле можно еще воспитать твоих последователей? Я верю, вот, конечно, я верю. Здесь присутствует молодежная юношеская сборная России, и это повышает уровень турнира, качество турнира. Уже скоро, уже мало времени осталось до открытия Олимпиады в Рио, наши олимпийские надежды. Мы можем рассчитывать там на какие-то медали? Ну, я думаю, что на медали мы можем рассчитывать, потому что у нас чемпионат Европы прошел очень неплохо, мне кажется. Но, с другой стороны, это не чемпионат мира, это Олимпиада, и все возможно. Как тебе удается быть в хорошей спортивной форме? Отжиматься и делать стойку. Я вот буквально позавчера делал обороты и сделал перелет к овощи. И это было, ну, в районе где-то 7 лет, 7 лет я не брался. Я был такой счастливый человек, вот, вы не поверите, для меня это было круто. Ну, то есть ты стараешься двигаться каждый день, да? Да, да. Твои мальчишки, твои мальчишки. Вот даже вот мы посмотрим. Да, 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 да. Фантастика, фантастика. Поэтому мы спокойно с вами... Растяжка, все в порядке. У меня есть рояль в кустах, естественно. Кое-какие годы, я тебе просто напомню, какие годы. Может быть, ты сам узнаешь. Что это, автография? Это 2000-й год. Правильно. Максим Алюшин. Да, Сидней. Да. Что случилось тогда с Максимом? Что у него? Почему он оказался с кустылями? Ну, он приземлился не очень неудачно, мягко говоря, да? Потому что сломал ногу на приземлении. С недокрутом таким. А у нас, кстати, были одинаковые оценки с ним на перекладине. И он, кстати, мог выиграть в перекладине, но если бы он сделал свое упражнение от начала до конца. Ну вот, пожалуйста, еще. Ну, это мы в городе, с Евгением Григорьевичем Николаевым. Вот, пожалуйста. Аркаев, да. Тоже Алешин. И Аркаев, видимо, рассказывает о том, что Леонид Аркаев, главный тренер сборной, прогнозирует, чем закончится. Алешин выбыл из командной борьбы. Да? Что делать дальше? Вся надежда, вся надежда на кого? На нему? Ну, мы-то сделали свое дело. Конечно. Присутствие Максима Алешина в сборной. Вот ты ощущал поддержку своего земляка? Что вот вы вдвоем из Самарской губернии. Ну, это, во-первых, безусловно, просчитывалось. Я не знаю, на каком уровне, потому что он для меня очень близкий человек. И, конечно, для меня это было важно. Вот, кстати, между прочим, среди судьи, все ребята, с кем ты был в сборной, с кем ты ездил по миру, добывал победы. Юный совсем Алексей Немов, просто приятно посмотреть. И, соответственно, пресс-конференция, которая, собственно, потом, после которой ты и завоевал еще две медали. Расскажи, пожалуйста, существует ли золотое правило Немова? Это я говорю в назидание вот тем мальчишкам и девчонкам, которые хотят быть похожими на тебя. Золотое правило, какое оно? Золотое, может быть, олимпийское правило Немова? Во-первых, самое главное – это относиться к своей работе с душой и с самоотдачей такой очень хорошей. Слушать самого себя, тренеров своих и уважать своих соперников. Это очень важно, потому что все те люди, которые тебя окружают в твоей работе, они важны. И очень главный фактор, когда я со всем этим сталкивался, это не просто так сложилось, а это складывалось годами. Я понял, что это вот то, что я вам сейчас сказал, я считаю, что это очень важно. Поэтому то, что мы сегодня делаем, ну, дай бог, чтобы оно продолжалось и делалось это, ну, во благо просто ребят. Я понимаю, что не каждому дано там выиграть, но тем не менее оно должно существовать и делать хорошие вещи. Так получилось, что центр олимпийской подготовки создан совсем недавно, всего-то ему несколько месяцев. И в этом центре олимпийской подготовки собраны все кандидаты на олимпиаду в Рио. Вот сейчас, с высоты, так сказать, своих олимпиад. Что бы ты хотел сказать тем самарским олимпийцам, которые поедут в Бразилию? На самом деле я хотел всем ребятам сказать, просто делать свое дело от начала до конца. Не обращать внимания там, если ты относишься к своей работе честно от начала и до конца, никакие там скандалы и допинг, скандалы, они ни на кого не повлияют. Поэтому, мне кажется, здесь есть о чем задумываться. И я всем ребятам своим, я просто понимаю, кто к чему идет, и я просто желаю успеха. Итак, уважаемые наши поклонники Алексея Немова, уважаемые будущие олимпийцы Самарской губернии в Бразилии, это было пожелание человеку, прошедшего через олимпийское горнило и вышедшего с честью. Мы желаем успеха тебе, Леша, в дальнейшей твоей работе. И надеемся, что ты по-прежнему будешь тем локомотивом, который подтащит наших самарских олимпийцев на олимпийский пьедестал. Для нас и для нас, для всех, Алексей Немов, это не то, что личность, но замечательный человек, замечательный гимнаст. Это наш, Леша, наш земляк Алексей Немов. Очень приятно, что наша земля самарская дала миру стране и нам всем вместе с вами замечательный талант. За спиной Немова выросло уже поколение спортсменов, которых вы подготовили, это Катя Привалова, конечно же, Анна Дементьева, Лена Жиганова. Все заслуженные люди, также для страны они дали самих себя, и опять же, это наше полудородие нашей Самарской области, нашей Самарской земли. То есть Немов и Николко, они как бы стали стимулом, да, в вашей дальнейшей работе? Да, потому что то, что происходило и происходит в рейтинговом мире, в гимнастике особенно нашей, ну, нашей России и плюс нашей Самарской области, это был первый, и правильный, не первый, а одних из примеров замечательных, что мы, всегда равняясь на данную продукцию в лице нашей гимнастике, делали, делаем, мы будем делать постоянно то же самое. Хотелось бы сделать, повторить и в Алексее, и в нашей женской гимнастике то, что нам всегда приятно. Это не то, что быть в эйфории, космоса в эйфории, там, гимнастики, а то, что люди рождаются, люди становятся значимее, дают право на выживаемость, а гимнастика это и есть руки вверх, руки вниз, руки в стороны, это и есть жизнь, движение вперед. Турнир Немова, он дает какой-то стимул для нового поколения тренеров, для нового поколения гимнастов, как бы стремиться к тому, что сделал для России Алексей Немов? Стимул один, то, что благородство Леши, благородство, красота нашей гимнастики, она просто не заставляет, а просит делать так же красиво все, что мы делаем в этой жизни, правильно? Двигаемся и работаем, двигаемся и живем. Это важно, то, что Алексей, Николко, Тольятти, Самара, Самарская область и Россия идет в амагаде всех стран мира. А есть ли у нас олимпийские перспективы? Есть. У нас, во-первых, есть замечательный гимнаст, это Андрей Маколов, у нас есть замечательные гимнасты в Сызрани, есть замечательные гимнастки в Самаре, которые в перспективе будут делать любую конкуренцию. А можно назвать хотя бы их фамилии, имена, чтобы мы знали наших будущих звезд в Самарских? У нас есть Ева Сашникова, такая хорошая гимнастка, есть Ульяна Петрушина, хорошая гимнастка, потом есть много гимнасток в школе номер 18, в школе номер 5 нашего города Самары, которые дают нам право смотреть, выживать и жить с радостью на будущее. В этом году в Самаре создали центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области. Как вы думаете, появление этого центра, оно поможет сделать новый толчок для развития олимпийского движения, во-первых, губерния, и в том, чтобы поддержать тех талантливых ребят, перспективных ребят, которые в итоге могут попасть в олимпийскую обойму? Это здорово, что наш министр спорта Дмитрий Анатольевич Ляхтин дал право и сделать правильно этот центр, создавший этот центр, который опять же дает нам, независимо от вида спорта, опять же с субсидиями, с теми делами и замечательными нашими тренерами, нашими воспитанниками и воспитанницами, опять смотреть светлое будущее. Это очень здорово, я считаю. Алексей Немов рассказал о том, что свою первую награду в богатой спортивной коллекции он завоевал именно здесь, в Сызрине. Я понимаю, что не в этом зале, это зал более современный. Вы были участниками тех событий? Это был дворец пионеров, маленький залчик, если вот так вот отгородить, вот по перекладину, вот такой вот был всего лишь залчик. Соревнования тогда назывались «Турнир городов по Молжи» мы их называли. Вот так вот, ну и естественно были здесь Балакова, Ульяновск, Кузнец, Тольятти, Сызрань, ну и все, Саратов, все, вот близ, близ лежащие. И он тогда, да, он тогда выиграл многоборье, по-моему, и несколько снарядов выиграл. Ну, работа, что хочу сказать, уже класс, класс был виден тогда, работа его. Вот все делали так, а он чуть-чуть делал с изюминкой, чуть-чуть своим каким-то восприятием делал. Ну, может быть, это был тренерский почерк еще? Ну, и тренерский, конечно, да. И тренер уже с большим стажем, Николка, конечно, уже подготовил у него до этого, было там, я не знаю, около 10, наверное, мастеров спорта он готовил. В том числе Мусаева Александра. За 6 лет турнир Немова стал популярным не только в Самарской губернии, но и в России, и даже в странах СНГ, потому что сюда приезжают постоянно какие-то зарубежные атлеты. Можно ли сказать, что Самарская губерния по-прежнему остается кузницей олимпийских кадров? Да, да. Сказать можно и нужно, потому что так и есть. Очень сильная школа и в Сызране гимнастики с хорошим тренерским штатом. То есть и заслуженные тренера есть. В Сызране у нас два заслуженных тренера. Остальные все тренера со званиями мастер спорта, мастер спорта международного класса. Даже Алешина работает вот, заслуженный мастер спорта. То есть работа поставлена правильной. Также про Тольяттинскую школу, скажу, один в один такая же школа. То есть и с хорошим тренерским коллективом. И люди могут работать и могут выдавать элементарно на уровень. Вот это Маколов сейчас, я к тому, значит, пример прямой. Вот Маколов сейчас ездил в молодежь в составе моей сборной молодежной команды России. Он выезжал сейчас, значит, на Европу. Был в Швейцарии. Дизоевал пять медалей. Дизоевал пять медалей. Дизоевал пять медалей. Превосходно выступил. Выглядел лучше всяких англичан. Там англичане, они однобокие, там прыжковые дела у них. Вольный прыжок. А этот многоборец, он ровно все. Не упал ни разу за все соревнования. Можно действительно сказать, что это наша главная олимпийская надежда? Ну, не в Рио, наверное, нет. На арене Рио. Это следующая в Японии в 2020 году, да? Да. То есть мы уже полноценного... А вот условия у нас в Самарской губернии позволяют готовить. Ну, судя по Маколову, позволяют. Да. А кроме Маколова, кто еще? Есть еще какие-то люди? Есть гимнасты. Есть и в Сызране гимнасты. Есть и в Тольятти гимнасты. Михаил Худченко. Это, значит, еще один гимнаст тольяттинский, который находится в списках и бывает у меня на сборах. Мы уже возлагаем на него большие надежды. С хорошим почерком такой гимнаст чистенький. Думаю, что на следующую Европу он тоже покажет уже какие-то результаты, даст о себе знать и попадет в команду. В Сызране немножко сейчас у нас спадик, конечно, есть. У нас было очень здорово. Я вам скажу, это года 2007-2012 год. Мы не проиграли ни одной России. Сызране выиграло все России. Четыре России и четыре спартакиады подряд мы выиграли. Школа была признана лучшей школой в России. Мы говорим все о спортсменах, о наших олимпийских надеждах. Вы возглавляете юношескую сборную России. Это говорит о признании педагогов самарских, тренерской школы, губернии. Там в Москве это говорит о том, что мы сумели сохранить тренерский потенциал, который поможет талантливым ребятам. Вы совершенно правы. Именно вот это вот и есть. Сохранили весь коллектив тренерский. То есть у нас дети заканчивают выступать, переходят на тренерскую работу. Вот эта преемственность, она очень нужна, очень здорово. И вот я считаю, что это самое главное. У Николка третьего уже дыхание или третья молодость, как правильно? Ну, Николка, он не устает вообще, я вам скажу. Я вот устаю, а он не устает. Я ему говорю, да хоть чуть-чуть отдохни или что-то. Ваш прогноз на выступление российских гимнастов на Олимпиаде Аверио-де-Жанейро? Прогноз такой, в общем-то, утешительный. Я думаю, что при всем хорошем истечении обстоятельств, ну, должны за тройку засыпиться. Вот каково быть тренером Олимпийского чемпиона? С одной стороны, легко, а с другой стороны, сложно. Это, тренер, это вообще ответственность за своего ученика, за свою работу, за ответственность за то, что ты делаешь. Это, это все. Поэтому тренеру надо быть, особенно тренеру Олимпийского чемпиона, быть аккуратным, осторожным в отношении с учениками. Они же разные все. Поэтому смелость, знаешь, говорят, смелость города берет. Нет, не смелость города берет, а аккуратность и правильный подход к любому своему действию. Книга под названием «Немов» уже прочитана, списана в архив. Что дальше? Новый цикл, новые ученики и новые, может быть, победа, а может быть, поражения. И дальше будет анализ. Говорят, что у вас появился новый талантливый перспективный парень Андрей Маколов. Ну, это он не у меня, а у нашей бригады, у наших тренеров. И вообще у нас группа тренеров, которые все как бы ориентируются на меня. Бригаде, не бригаде, но люди, которые слушают. Но самое главное, что у них есть ориентир, к чему надо стремиться. Какие у нас в Самарской губернии олимпийские перспективы? На этот цикл можно сказать только об одной девочке, Насе Дмитриевой, которая сегодня, с одной стороны, в обоими, с другой стороны, она не в обоими. То есть она, как пройдет Кубок России, который... То есть она на подходе, на подходе к сборной, да? Да, на подходе, да. Она девочка перспективная, безусловно. Ну, у девочек короткий срок в гимнастике, поэтому через 4 года уже не знаю, что будет с ней. Но на сегодняшний день она находится где-то в шестых по девятых ролях. А это говорит о том, что сложно ей попасть в команду. Но у нее есть многоборная подготовка, и если ей удастся перебороть себя, у нее, в принципе, есть шанс. Хоть и маленький, но есть шанс. Уж как она поборется? Если говорить о перспективе на следующий цикл, у нас ведь быстро в гимнастике приходят и уходят спортсмены. У нас есть на сегодняшний день один Андрей Маколов, который реально будет готовиться и имеет шанс попадать на следующий олимпийский цикл и на следующие олимпийские игры. Давайте вспомним былое, вот как мы 16 лет назад встретились в Сиднии, до этого в Атланте в Олимпийской, потом в Сиднии. Покажу я вам сейчас фотографии, что они навевают вам. Ой, Максим Алешин. Великолепный гимнаст города Сызрани. Имел реальные шансы стать чемпионом олимпийских игр. Абсолютно. Нет, не абсолютным, а чемпионом олимпийских игр на упражнение на перекладине. К сожалению, Максим Алешин получил травму на опорном прыжке, но он показал в квалификации одинаковый результат с Лешей Немовым. Одинаковый, 9-700 там с чем-то там. То есть у них был одинаково выше суммы. Но Максим Алешин, мы сняли его с финала, а следующий был очередной, Леша Бондаренко. Макс с костылями ходил, к сожалению. И вот вместо него выступал Бондаренко Леша, он четвертое место занял. Но в то время, в финале, в итоге Леша Немов стал первый. А если говорить о Максим Алешине как гимнаста, конечно, он весомый вклад внес в общекомандный результат, который в тот момент Россия заняла третье место в общекомандном призерном. Когда Леша стал абсолютным чемпионом Олимпийских игр, у меня тогда просто было, думаю, а к чему стремиться дальше вообще-то? Межпланетным первым. Ну, это такое мое внутреннее было, немножко такое огорчение, думаю, все, он стал тем, кому мы стремились. Самым лучшим гимнастом на Олимпийских играх. На всей планете. На всей планете, да. Вот Максим Алешин и Коля Крюков. Коля Крюков уже тогда был ветераном гимнастикой. Сегодня он один из руководителей молодежной гимнастики России. Классный гимнаст, который потом в Пекине выступал еще. Вот сидит Света Хоркина, Немов Леша, Аркаев. А Лешин там сидит? Нет, там вот сидит Бондаренко Леша. Бондаренко Леша? Мы сидим с Лешей счастливые. И, кстати, в этот момент, именно в этот день у Леши родился сын. Да, это было так, да. Ну, а мы вам, Евгений Григорьевич, желаем снова добыть золотую Олимпийскую награду уже с новыми учениками. Успехов вам на тернистом тренерском пути. Спасибо, Сережа. Максим, недавно листал свои олимпийские фотоархивы и обнаружил репортаж, фоторепортаж событий, которые происходили в Олимпийском Сидне в 2000 году. Немногие, наверное, поклонники спортивной гимнастики знают о том, что ты бронзовый призер Олимпиады в Сидне в 2000 году. Не многие знают, что к тобой там случилось настоящее ЧП. Вот, пожалуйста, тебе фотографии. Расскажи, пожалуйста, почему ты здесь, в таком явно не гимнастическом виде? Как все это трудно вспоминать, прямо неохота. Все так плохо. Все-таки попал в финал на перекладин с первым результатом, с Алексеем Немовым у нас была одна оценка одинаковая, то есть первая. Тут случилось многоборье такое. Дело в том, что на подготовке у меня я травмировал, в Аделаиде это было, я травмировал ногу, и доктор мне сказал, приземляйся на две ноги, не береги. Ну, я как бы старался, но было очень больно, и в основном вся опара была на здоровую ногу. Это получилось так, что я сломал здоровую ногу, она на заключительном снаряде, и с помоста спустился, ничего. И все-таки свою бронзовую медаль ты получил за команду. Вот сейчас ты уже в родном городе готовишь себе новый Олимпийский резерв. Как получается? По-разному, сколько я уже работаю на протяжении шести лет, с вами Сергеевичем Кирилловым работали, но так как он сейчас старший тренер молодежного состава. Основная нагрузка вся на себя? Ну, на меня и на его сына Сергея Кириллова. Ну, за шесть лет мы хорошо поработали. Кого-то вы подготовили уже? Ну, вот ребята выступают, ну, они уже мастера, они уже большие, им уже по 20 лет, кто-то разъехался, кто-то закончил. Стариков Валентин тренируется в Тольятти, у Евгения Григорьевича Николко. А можно говорить о том, что вот турнир Немова, он все-таки вот дает такой мощный толчок к выявлению новых талантливых ребят, и что он нужен городу? Да, ну, конечно, любые соревнования дают толчок. Конечно, тем более такая звезда, большой человек приехал на этот старт, и, ну, ребята волнуются, они хотят показать там что-то, ну, чтобы этот человек видел, оценил их, они стараются. Твое мнение, за счет чего все-таки Немов стал таким великим спортсменом и гимнастом? Ну, Алексей, ну, это талант, это дар, да. Круче, чем ты? Намного. Как ты думаешь, если всех кандидатов в Олимпийские собрать в один мощный кулак, это будет способствовать тому, что у нас появятся вот такие новые Немова? Ну, не вариант, не вариант. Не все спортсмены становятся хорошими тренерами. Хорошие тренеры становятся с опытом, большим опытом работы, я вот так вот считаю. Я себя не считаю хорошим тренером пока, но некоторые уже похваливают. Мы очень надеемся, что новые Олимпийские звезды загорятся на Самарской земле в ближайшее время, потому что такие турниры, как турнир на призы Алексея Немова, даст мощный импульс развитию спортивной гимнастики в губернии. Мы прощаемся с вами. До встречи на Спорт ТВ.